В Беларуси обмерковывают измену податка обладания для рамесников. Ранее для житовления деяности необходимо было оплатить сбору по мере двух базовых величин. Лето сего отвязали от базовой и была вызначена конкретная сумма – 62 рубли за год. Зараз в проекте податкового кодекса плануется черговая корректировка. Коли примут новеллы, то что месяц майстрам придется оплачивать по 6 рублев. Как новое уведение успремают гомельские рамесники, доведались наши корреспонденты. Анастасия Андреева пять годов тому у першиню наведала майстер-класс по лепце с глиной. И можно сказать, керамика захопила девчину. И она проишла на влучшание и простчас сама стала выкладчиком. И мне сейчас так нравится беседовать с людьми, что вот у них получается что-то подсказывать, показывать. И вы не представляете, какое это счастье видеть горящие глаза человека, что он такой – обалдеть, я сделал чашку, это моя чашка. Ничего страшного, что я кривая коса, это моя. Это так круто. Позднее Анастасия вырошет зарегистровать свою деятельность и реализовывать уластные выробы. Тем больше, что стать рамесником зараз не так складано. А попыт на уникальный товар за уседой есть. То, что касается налогов, это прям ремесленники – это крутая штука. Потому что у нас налог достаточно маленький. Он небольшой и он вообще ни на что не влияет. Это был раз в год. То есть мы платили раз в год, не позднее 28 числа месяца. А с этого года начинают вводить, что мы платим каждый месяц, по 6 рублей. Но это совсем маленькая сумма и она ни на что не влияет. Поэтому прям классно. Сучастные рамесники сдольны резать под рейл, створать скоронные выработки, навык вязать оденья с собачьей полости. Выпадковый видеоролик в интернете про створение пражи из ангорских трусов подшторхнул Ганну Фрошину заняться подобной справой. Зараз начинающая майстрица створает эксклюзивные выробы зуластных ниток. Сыровиной для их частей за все выступает собачая полость. Я это все перестирываю, я ее потом перечесываю. Готовая нитка стирается опять же и готовое изделие стирается еще раз. То есть никакого запаха не остается. Вот, казалось бы, вот она в шарфе, и вот потом она становится вот таким вот в процессе эксплуатации. А при допомозе прутков, крючкать и ткацкого станка матки перетвораются у теплые элементы оденья. Цена вот модные аксессуары. Стать рамесницей вырошила участок декретного отпочинку. Вязанием захоплялась с дятинства. Одночь одважилась скласти бизнес-план и отрымать субсидию на открытие уластной справы. На ГТС Роткина было дорогие ткацкие станки. Майстерство, прадение и ткацство освоила самостоинно. Дарить тепло людям, дарить радость и пользу приносить. То есть для меня это важно. Года четыре, наверное, к этому я шла. То есть вот что, ну, возникло понимание и понимание того, что я хочу делать. Вот, чтобы именно вот, что это полный цикл, что это прадение, что это откачество. То есть вот именно вот в этот профиль, да, наверное, года четыре ушло на это. Так, звычайная мара дарить тепленью про свои выробы стала для Ганны справой життя. И тут головное не спиняться на досягнутом. Отрымливаться салоду от процессу и, больше того, зараблять на этом гроши. До речи, на одном започных посаджене у Александра Лукашенко закрану пытания податковой политики у относенных дарамесников. Таким чином президент подрымал майстру. Як это повплывая на изменение податкового законодавства, побачим зусім худко. Марина Васильева, Валера Ягапанько, Телерадо, компания Гомель.